С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, переговоры состоялись. Стороны пообещали и далее поддерживать диалог. Кроме того, известно, что Владимир Зеленский после этого назначил нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин. В свою очередь Китай пообещал отправить экс-посла КНР в Россию Ли Хуэя в качестве спецпредставителя Украины и другие страны для коммуникации по урегулированию войны. Тарас, интересен ваш взгляд на состоявшийся разговор и его результат? Ну, Китай дожали. Достаточно агрессивная, правильная политика Украины. Показала, что она работает. Почему? Потому что этот звонок был больше Китаю, чем Украине в действительности. Потому что это же Китай претендует на, как они говорят, миротворческую миссию и так далее. А как-то миротворчество, когда ты общаешься только с одной из сторон войны, оно как-то не сильно вяжется. Тем более, что Украина активно прессинговала Китай. Например, в день визита Син Цзиньпиня в Москву в Украину приехал премьер-министр Японии. Для Китая это, знаете, такая красная тряпка. Но Украина демонстрирует, что будет защищать свои принципы и свои интересы. Было правильно сказано Зеленским, что формула мира у нас есть. Она утверждена на Генеральной Ассамблее ООН. И там главные моменты, что Россия должна убрать все свои войска с территории Украины, со всей территории и, соответственно, заплатить репарации. Пока Китай не будет выходить на эту формулу, я думаю, все разговоры любые закончатся ничем. Потому что Китай как бы тут еще противоречит сам себе. Потому что до этого они же заявляли, что они придерживаются принципов ООН. Там целостность и суверенитет стран. А принципы ООН как раз заключаются в том, что агрессор должен быть наказан. И поэтому, конечно же, будет прислан спецпредставитель по Евразии. Ну то, знаете, Китай пытается косплеить фактически Соединенные Штаты Америки. У них же есть там специальные представители по Украине, по Европе и так далее. То есть Китай пытается играть сверхдержаву. Но проблема в том, что на чем основываются ваши гарантии и на чем основываются ваши моральные права быть миротворцем. Вот, например, Китай является гарантом Украины по Будапештскому меморандуму. Об этом тоже не следует забывать. И поэтому позиция Китая, когда Си Цзиньпинь в разговоре с Зеленским начинает говорить про ядерную войну и о том, что сторонам нужно быть сдержанней, тут вопрос, а Украина тут при чем? То есть если вы хотите спасти Россию, чтобы не нападали, вот это мягко как бы угрожаете ядерным оружием, так вот есть, пожалуйста, Россия. Вот с ней разговаривайте по поводу ядерного оружия, она является ядерным государством. То есть там есть очень много слабых в действительности точек в позиции Китая, в которые активно нужно играть. То, что посла послали, очень хорошо. Почему? Потому что Китай и китайское руководство, находясь под влиянием России еще с 2010 года, Китай рассматривает войну России против Украины не как войну двух суверенных государств, а как войну метрополии против сболтовавшейся провинции. Украина должна сейчас тоже устами нашего посла проводить обратную работу, указывая на преимущества победы Украины над Россией. То, что у вас есть точки соприкосновения. То есть вы хотите принимать участие в восстановлении Украины. Слышно меня? Да, 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 слышим. Слышно, да. Вы хотите принимать участие в восстановлении Украины. Хорошо, галочку поставили. Тут у нас есть точки, да. Вы хотите, чтобы не разрывалось, ну это как в мирном плане у них так называемом написано. Вы хотите, чтобы не разрывались логистические эти звенья. Хорошо, мы тоже за, мы готовы быть, например, транзитной зоной для китайских товаров. Хорошо, вы хотите восстановление аграрного экспорта. Отлично, мы тоже всеми руками за и так далее. А дальше по пунктам мы начинаем разбираться. Как теперь достичь этих результатов? А результатов можно достичь следующим образом. Вот, выводите, пусть Россия выводит свои войска и так далее. Либо, второй момент, Китай может прекратить очень быстро войну России и Украины. Например, заявив о том, что если Россия не выводит войска, они присоединяются к западным санкциям по всем направлениям. Я вас уверяю, вот это самый действенный способ. Или продемонстрируйте, что вы можете как-то контролировать Россию. Пусть Россия, например, освободит хотя бы, выведет войска хотя бы с Харьковской области, предположим. Лучше из Крыма. Если этого не... Да, да, либо из Крыма, например. То есть, если вы показываете это, то вопрос тогда, о чем мы разговариваем. Разговариваем, чтобы разговаривать? Ну, это такой вот разговор. То есть, как бы, есть принципиальные вещи, через которые Украина не перепрыгнет и не пойдет ни на какие. И еще, вот, например, эта формула мира Зеленского, которая, опять же, утверждена на Генеральной Ассамблее ООН. Там есть подтверждение того, что Китай хочет и уважает ООН, считает это тоже инструмент до своей внешней политики. Ну, пожалуйста, вот есть решение ООН. Давайте следовать. Мы только за. То есть, нажимать, инициировать, находить слабые точки в позиции Китая. Их очень много, в действительности. Потому что они сами себя противоречат в том же мирном плане, о котором мы сейчас обсуждаем из 12 пунктов. Поэтому, как бы, достаточно активно, ни перед кем не склоняясь и прессингуя активно, играя в том числе на слабостях Китая. А они присутствуют. Потому что это же тоже, не знаете, не какая-то вот глыба какая-то неуязвимая. Есть слабости Китая. Китай тоже время поджимает. Потому что они-то опасаются, что из-за войны с Россией на них все больше и больше санкций начнут накладывать. У них есть уже некоторые даже ограничения. Потому что сама угроза введения санкций против Китая за сотрудничество с Россией уже работает против китайских производителей. И поэтому этим тоже нужно пользоваться и говорить, да, да, ну вот у вас есть рычаги влияния. Ну, продемонстрируйте, как вы это будете делать. А вот такой вопрос. Как вы считаете, вот как скоро спецпредставитель Китая все-таки отправится в Украину? И почему был выбран вот именно Ли Хуэй? И чего можно ожидать от его деятельности? Ну, ничего хорошего я от него не ожидаю. Он сколько, 10 лет в Москве поработал. То есть, понятно сказать, да, с каким бы граундом человек приедет. Ну, я думаю, что быстро приедет. Не исключено, что в протяжении двух, может быть, одной недели он все-таки будет в Украине. Ну, послушали, поговорили, представили свою позицию. И сказать, что мы, конечно, понимаем интересы Китая. Но у нас есть, мы являемся суверенным государством. За нами и правда, за нами и справедливости, ценности. И принципы ООН, которые Китай, конечно же, отстаивает. А так, ну, если вы не требуете от России вывести войска, и в том числе против наказания ее, то вообще, ну, зачем тогда приезжать? Вот на телефонный разговор. Последовала реакция Парижа. Елисейский дворец приветствовал этот контакт Зеленского и Си Цзиньпина. И в Вашингтоне также отреагировали на разговор. Они там добавили, что вот пока не ясно, даст ли он импульс миру. Вот таков месседж был в Белом доме. А в то же время вот товарищ Си сказал, что Китай, эта цитата, не станет подливать масла в огонь. Вот что Вы скажете об этих словах лидера КНР и об импульсе к миру, о котором говорят в США? Ну, смотрите. Не подливать масла в огонь. То есть, смотрите, есть такое, знаете, как Данте Алигери сказал, что самое вот пекло вместо аду находится для тех, кто в кризисной ситуации соблюдали нейтралитет. Так вот не бывает. Либо ты или, или, да, потому что мир сейчас черно-бел. Когда ты занимаешь позицию вот где-то между, ты все-таки черный, а не белый. Поэтому, когда, говорит, не подливать масла в огонь, но не предпринимая действия для того, чтобы прекратить войну инструментариями, которые есть, тогда, извините, Китай не готов быть сверхдержавой и гарантом чьих-либо интересов. Это очень важный момент, потому что, ну вот, выдавали обязательства Украине. И сколько стоит ваше обязательство? Западные страны, хотя они считают Будапештский меморандум таким обязательным документом для себя, все-таки его исполняют. Заполняют, да, то есть предоставляют оружие, предпринимают действия для того, чтобы война прекратилась, чтобы целостность соблюдалась. А вопрос, как бы, простой вопрос Китая. Вот вы претендуете на какую-то гегемонию, да. А сколько стоят ваши слова? Вот сколько стоят ваши слова? Кстати, слова Син Цзиньпиня. Он же в 2013 году, когда ездил Янукович в Китай, там же подтверждалось... Слышно меня, да? Да-да-да, мы слышали. Слышно, но не видно. Сейчас и видим тоже. Там же подтверждались гарантии по Будапештскому меморандуму. А сколько стоят слова Син Цзиньпиня, если тогда это было, а теперь этого нет? Так, а как бы позиция в Украине, это что же можно масштабировать и на претензию Китаю консолидировать вокруг себя глобальный ютк, и подавать какие-то гарантии безопасности другим, например, странам Средней Азии. А насколько можно верить вашим словам? То есть, насколько они последовательны, да? Да, не-не, сколько стоит ваше слово, например, да? Вот это вот эти болезненные точки, играя на амбициях Китая, можно спокойно задавать. Потому что, если вы претендуете на другой полюс, то вы должны и действовать соответствующе. А когда вы заявляете, особенно когда этот посол во Франции заявил, что, оказывается, все страны постсоветского пространства не имеют какого-то эффективного международного статуса... Какой-то субъектности, да? Подождите, а вы с кем... Да, а как это значит, нету? Если вы являетесь членами ООН, вы всех признали и так далее. То есть, вы собираетесь кого-то определять, кто тут настоящее государство или не настоящее государство? Ну, МИД страны как бы отказался от слов посла, хотя вот странно... Нет, он не отказал. Нет, во-первых, посол остался на месте. Давайте вот... Если бы это звали, это было бы случайно. В Китае ничего случайного не происходит. Это военная структура, по сути, МИД Китая. Там ничего случайного не бывает. Там не бывает такой демократии, как у нас. Это не случайные слова. Если вы это вкидываете, то вы показываете позицию. Если вы показываете позицию, то, извините меня, чем вы отличаетесь от России, которая хочет реванша и хочет ревизионизма всей международной системы, повергнув мир в хаос. Ну, извините меня, это как бы не разговоры, тем более, что показывают, что вы непоследовательные. Тогда возникает вопрос, а какой из вас миротворец? Скажите, вот пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал накануне, что точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения. Также Пекин согласился, что нельзя брать в заложники ядерные объекты. Вот как вы считаете, после такого заявления со стороны Китая, каковы будут действия Российской Федерации по поводу желания разместить ядерное оружие в Беларуси? Пока там нет никаких подвижек. Они говорят, что мы там тренируем белорусских ракетчиков, но подвижек пока нет. А это как раз говорит о том, что у Китая и России есть большие противоречия. И как раз вот эти угрозы Путина разместить ядерное оружие говорят о том, что с Китаем о конкретной поддержке пока не договорились. Но о нам возможно. И Китаю вообще неинтересно передвижение, нарушение договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Почему? Потому что создает опасный прецедент. Ядерное оружие вдруг может появиться у Японии и у Южной Кореи, которая давно это отлапирует вопрос Соединенных Штатах Америки. Потому что технологическая база, в принципе, для производства ядерного оружия у них есть. Им нужно год-два, чтобы это просто собрать по складам и сложить фактически в какой-то рабочий прототип. Плюс есть риски передачи ядерного оружия Ирану, который может создать зону нестабильности на Ближнем Востоке, соответственно, подняв цену на них. Тут есть тоже противоречия России и Китая. Тут у них не совпадают интересы. Ну, подтверждение, когда нераспространение ядерного оружия и так далее. Ну, хорошо. К Украине какое это имеет отношение? Говорите это России. А касаемо незахвата ядерных этих объектов, так и что? Так а дальше что? Вы в МАГАТЭ будете голосовать, например, для введения санкций против Российской Федерации? То есть это вот эти вот реверансы, которые пытаются сейчас захотеть Китай, показывая, что они на что-то претендуют. Ну, они пока не о чем. То есть нас интересует конкретно политика. Мы не должны останавливать свое сотрудничество с странами, которые являются неприемлемыми для Китая, например, с той же Японии, которая, кстати, больше ресурсов уже вкладывает в страну, в нашу, и строить отношения со всеми, с кем нам выгодно. А Китай, конечно же, смотрите, опять же, миротворчество, миротворчество. Нам Китаю, в принципе, не нужно. У нас есть куча посредников, которые крутятся вокруг Путина, в том числе, и вокруг Украины, которые Путина разводят, и пытаются Украину как-то к чему-то скромить. Ну, тот же Эрдоган. Вот Эрдоган, я считаю, он более приемлемый миротворец. Во-первых, он общается со всеми, это раз. Он поставляет Украине оружие. То есть, поэректары, например, были поставлены нам до войны. Кстати, обратите внимание, еще никто из западных стран еще не поставил такое вооружение. Ну, вот там беспилотники, которые могут бить на дальние дистанции. Эрдоган перекрыл доступ российским кораблям в Черное море. Хотя, согласно доктрине Монтрео, по-моему, 21 статья, в случае военного конфликта... Тарас, слышите нас? Да, я слышу вас, да. Да-да-да, восстановила связь. Продолжайте, пожалуйста. Да, по доктрине Монтрео 34-го года, если военный конфликт в Черном море непосредственно не угрожает Турции, то Турция на свое усмотрение, еще раз подчеркиваю, на свое усмотрение определяет, каким военным кораблям попадать в Черное море. То есть, у них есть право, но не обязанность. И Турция приняла правильное решение. Она, например, не пускает такого же класса корабль, как Москва в Черное море. Там есть еще ракетоносцы. И так бы, если бы Турция не запретила, еще непонятно, что бы сейчас было, например, с Альесой. То есть, Турция, например, в этом отношении, более эффективный и удобный переговорщик. Ну, знаете, как бы, без пафоса, четко посреднические миссии, позвонили, поговорили и так далее. А, ну, Китай с претензией на что, тем более, что Катя Турция тоже, она давала понять, что она хочет, чтобы Россия эту, ну, они и Крым не признавали, и Донбасс не признавали, чтобы Россия все-таки покинула территорию. И Турция, кстати, голосовала, очень важный момент, Турция голосовала за репарации со стороны российской государства, когда была в Генеральной Ассамблее ООН. Вот, а Китай не голосовал. Поэтому Турция в этом отношении, в принципе, мы переговариваться с Путиным и можем это через Турцию. Вопрос, зачем нам Китай? Да, вот так вот. Ну, это такая постановка вопросов, что место миротворца Китай еще должен заслужить. А для этого он должен предпринять ряд шагов, которые доказывают, что он может быть миротворцем в нашем отношении. А так, у нас есть США, у нас есть Турция. Китай, если не хочет воспользоваться шансом показать, что он претендует быть вторым центром мира и имеет на это моральное право, то у него есть все шансы. Тут, опять же, как я говорю, тут Китай больше зависит от Украины, а не наоборот. Ну, здесь интересна реакция России, да, все-таки на разговор вот Си и Владимира Зеленского. Вот, как вам реакция Захаровой, которая, ну, решила рассказать, что, якобы, Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив? Она что-то опять перепутала? Нет, ничего она не перепутала, понятно. Я думаю, что Москва раздражена все-таки по звонкам Синь Цзиньпиня Зеленскому, поскольку они все-таки надеялись, что Китай не пойдет. Это он будет совсем на стороне. Но он пытается как-то выстраивать вот свою миротворческую миссию, и даже это неприемлемо для России, поскольку она считает, что Китай должен быть полностью на ее стороне и, соответственно, реализовывает ту политику, которая интересна Российской Федерации. К здравым идеям, ну, знаете, когда госпожа Захарова говорит о здравых идеях, это вообще нонсенс. И понятно, что позиции, я думаю, Украины не будет такой, как хочется и Китаю, как и хочется Москве. Известно стало, что по приглашению министра обороны Китая сегодня и завтра примет участие во встрече глав Минобороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, вот ШОС, как называют ее в Нью-Дели, анонсировалось, что Ли Шанфу выступит с речью и встретиться с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности, ну и по другим вопросам. Каковы могут быть месседжи вот Ли Шанфу, который, кстати, совсем недавно побывал с визитом в Москве? Ну, не просто побывал, он под санкциям США находится. То есть, это Китай показывает, что Вашингтон им не указ, что кого хотят, того и назначают, ну и так далее. Ну, месседжи будут такие же, такая же вот говорильня по поводу создания нового центра мира, новой безопасности. Но проблема в том, что у Китая большая проблема. Они же их тоже сильно недолюбливают, сильно как бы подозрительно к ним относятся. Потому что, я уверен, что такое же есть состояние того же российского руководства. Я думаю, что многие не согласны с тем, как Путин активно ложится под Китай, потому что это создает уже риски для российских элит. Все-таки при всех их недостатках и долбанутости, они все-таки люди западной культуры. Я думаю, что они тоже это осознают. И они понимают сирийские сотрудничества с китайцами, потому что китайцы, конечно, говорят цветастые вещи, все хорошо, но что от них ждать, никто не знает. Это создает такую обстановку неопределенности в их отношении. С американцами и западным миром там, конечно же, с одной стороны сложнее, то есть они же там требуют права человека, демократию, свободу слова, то есть ценности, которые, понятно, но они универсальны, ты понимаешь, что у американцев есть пространство, за которое они никогда не будут, например, поддерживать линию права и свобод граждан, например, то есть по крайней мере понятное пространство не более предсказуемое. Может быть не сильно удобное, но предсказуемое. А китайцы, знаете как, мягко стелят, но жестко спать. Вроде бы сначала начинает с тобой разговор красиво, цветасто, как любят на Востоке. Ты входишь в эту медовую ловушку, а потом начинается расплата, а там расплата достаточно жесткая бывает. И что ты так просто, знаете, как в мафиозную структуру, вход два, там один доллар, выход два. И тут создаются опять предпосылки, а что ждать от Китая, что он сделает. Поэтому, конечно же, будут какие-то слова, заверения, безопасность, эти проклятые ямки, которые всем мешают диктаторам в этом мире спокойно себе жить, убивать людей, нарушать права человека и другие приятные бонусы для их диктаторской вещи. Но, опять же, все равно те же страны, которые там будут присутствовать, они будут стараться балансировать свои отношения с Китаем, все-таки с Соединенными Штатами Америки. Опять же, все-таки США более предсказуемы и более понятны, чем те же китайцы. Тарас, спасибо большое вам за ваш комментарий, за ваши пояснения. Напомню зрителям, Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, был в нашем эфире. Спасибо большое.